Приветствую, друзья! Я очень хочу поблагодарить сердечно всех участников прошедшего трёхчасового бесплатного ликбеза. Удивительная общечеловеческая атмосфера общения, когда все помогают друг другу советами. Это очень здорово, и я горжусь этим. Я начинал это с того, что Шри Арубинду, великий человек, интегральную йогу создавал, автор её. И он в своё время писал книжку то ли «Приключения сознания», то ли «Путешествия сознания» о новом человеке. «Новый человек» имелось в виду, чтобы... Ну, в общем, это очень интересная книга, и очень важно, что он пытался, создавая интегральную йогу, он пытался понять, каким будет человек в будущем. Просто назвал «Новый человек». Мы тоже создаём как раз-таки эти качества человека будущего. Который может в каких-то условиях неопределённости, жёстких временных ограничений, со скоростью инстинктивных реакций понимать, ориентироваться, адаптироваться, создавать новые решения и так далее, потому что время такое сегодня. Время перемен, и все в состоянии неопределённости. И поэтому выжить человечество может только на основе человечности человеческой. Это очень важно. И наша школа – пример этому. И поэтому я всех участников очень сердечно благодарю за это. И вот, что я хочу сказать. Вот этот Шри Арубиндо – это действительно титан, который действительно создавал интегральную йогу. Он не мог научить своего друга по ветру, сантрем, по-моему, так его зовут, украшать ментал. Что значит украшать ментал? Ну, это когда человек выходит на состояние, когда нет мыслей, голова пустая. Но он 20 дней его с лишним обучал и не мог научить. Вот же в чём дело. А мы можем. У нас есть методика, которая позволяет выходить на это нулевое состояние большему-большему числу людей. И пользоваться этим состоянием. И вот вопрос заключается в том, что именно подбор действий синхронных, синергичных, резонансных к текущему индивидуальному состоянию позволяет разгрузиться от стрессов. А в стрессе, как раз таки, в котором мы все находимся, это вообще-то транс. Неуправляемый транс. И страх – это транс, и боль – это транс. Всякий раз, когда человек выходит из баланса, из равновесия, у него возникает транс. И всё зависит от того, какая доминанта. Потому что фиксация внимания – это и есть доминанта. А доминанта имеет способность распространять своё влияние на все системы и уровни, и между уровнями, от психики до пяток. Таким образом, Шри Рубинду, основатель интегральной йоги, не смог научить по витру вызывать это нейтральное состояние. А мы можем. Второй аспект, я говорил, это о том, что в йоге вообще есть такая фраза, мы учимся сначала не думать, чтобы потом уметь думать не только о чём думается, но и о том, о чём хотим подумать. Это очень важная фраза. Но дело в том, что я, например, говорю о том, думайте о чём думается, делайте как делается, именно для того, чтобы выйти на это нейтральное состояние, на нулевое. Это большой прогресс. Это большое достижение нашего времени, современного. Павитра не смог научиться. А сейчас у нас большинство людей могут научиться этому нейтральному состоянию и пользоваться этим нейтральным состоянием для восстановления, для переключения. По существу мы обучаемся управлять трансом, потому что транс – это стресс. Транс, неуправляемый транс, боль, неуправляемый транс – это тоже, когда мы выходим из равновесного состояния. А нам надо быть в равновесии. И вот это естественное состояние, когда человек в глубокой задумчивости, в созерцательности, когда нет его эго, нету страха, нету комплексов, нету стереотипов мышления, и нет такой подверженности авторитетам, когда он мыслит своей головой. И к этому мышлению его в конкретных задачах подключается в этом смысле вся природа, вся Вселенная помогает ему решать вопрос, когда он целостен. Но это же очень интересно и очень полезно. И вот это достижение, я горжусь тем, что у нас такая школа, человек будущего, хомо-футурус, который помогает человеку освоить то, чего не смог сделать основатель интегральной йоги. Я это к примеру его привожу, потому что я его очень люблю и уважаю. Я хочу вам сказать, я горжусь тем, друзья, что атмосфера психологическая на этом ликбезе бесплатном была необыкновенная. Это человеческое общение. Там, когда проявляется, как люди пытаются помочь не только себе, но и друг другу всякими советами. Это очень важно. Друзья, спасибо вам огромное. До следующих встреч. Я думаю, что именно мы, люди, тем и отличаемся от биороботов, роботов, тем, что мы можем, как раз-таки сохраняя в себе человек, а искусственный интеллект не может этого. Я в следующий раз скажу, какая большая разница и почему человек в процессе своей эволюции создал искусственный интеллект. Зачем он это сделал? Я подробнее скажу, а сейчас только в двух словах, если позволите. Для того, чтобы этот искусственный интеллект как плод человеческого разума в конечном счёте происходит то, что он может подменить нас, занять наши рабочие места, и люди не будут знать, куда деваться. Мало того, его могут использовать неправильно и нас всех посчитать, как говорится, и управлять нами, и превращать нас в роботов. Для чего же человек создал этот искусственный интеллект? В процессе эволюции человеческого развития это закономерно. Потому что он создал искусственный интеллект для того, чтобы ещё больше задуматься, кто же он сам, какие качества у него есть, которые этот искусственный интеллект не может реализовать у себя, даже если он будет на самопрограммировании, самообучении, если он выйдет из-под контроля человеческого. Какие качества? И вот, когда человек начинает задумываться, чем же он отличается от искусственного интеллекта, у него происходит развитие самопознания, ещё более и более высокого уровня, самоосознания. Это удивительно. Поэтому я могу сказать, что человек создал искусственный интеллект как себе и конкурента, и помощника, но для того, чтобы сам развивался. И вот эта человечность, а у нас школа как раз «Человек будущего» «Хомофутурс», это школа человечности. А метод-ключ это инструмент для этого. Потому что, когда вы подбираете действия, синхронные, с вашим текущим индивидуальным состоянием, которые простые по этому, и эффективны по этому, и приятны по этому, потому что вы это делаете и так инстинктивно всегда, но не обращайте на это внимания, а теперь обращайте внимание осознанно, превращая эти сигналы тела в сигналы для сознательного применения как упражнений, это просто потрясающе. Это такой прорыв, такая эволюция сознания. Поэтому ещё раз, вспоминая великого Шрия Рубинду, и вспоминая то, что говорили йоги, мы учимся сначала не думать, чтобы потом думать о чём, хотим думать, а не только о чём думается, а я говорю о том, что мы-то этого сначала, кто не может, сначала думаем о чём думается и делаем, что нам хочется, то есть делаем синхронные своему состоянию действия и пускаем мысли на самотёк, это большое достижение. Значит, мы идём правильной дорогой в русле эволюции, чем я вас и поздравляю. И спасибо за эту общечеловеческую атмосферу, которую надо развивать, поддерживать, потому что это основа для сохранения разума на планете и человечности в человеке. До встречи, друзья. Спасибо вам.